Добрый вечер, в эфире с вами канал Астана, программа Статус Кво. И сегодня у меня в гостях вице-министр финансов Руслан Даленов. Добрый вечер. Добрый вечер. Я к вашим услугам. Мне очень приятно, спасибо большое. Вы один из немногих вице-министров, кто присутствует в Твиттере. То есть, значит, это говорит о том, что вы современный вице-министр, и на вас можно выйти напрямую. Что я и сделала? Да, это так. Я его рассматриваю не только как средство получения обратной связи, но и как безбарьерного доступа журналистов или просто населения к непосредственно источнику информации или власти. А как ваш шеф-министр финансов смотрит на то, что вы ведете Твиттер? Ну, я его не скажу, что там веду. Я и блогером-то сам себя не считаю. Блогеры-то кто это? И редактор главный, и журналист, и критик в одном лице. Он наделен там свободой мнения. Оно интересно, он регулярно публикует, и тем самым его цены мнения, да? У меня такой свободы, естественно, нету, потому что, что бы я ни писал, некоторые воспринимают как позицию министерства финансов, отдельные личности воспринимают вообще как исполнительную власть в целом позицию. А некоторые, там, что плохо вообще, они в те вороты считают, что это и парламент, и так далее, и исполнительная власть, и Минфин все вместе. Поэтому, конечно же, осторожно подхожу к выражению мнений, стараясь его сильно не выражать. С министра на эту тему разговаривал. Я спросил, почему бы нашему министру тоже что-то такое не завести. Он сказал, пока еще не видит нужды, надо бы понять, что это такое и зачем оно нужно. Но опять же, все равно блок-сфера, особенно твиттер, это не есть площадка для профессионального обсуждения. Но, тем не менее, вы очень часто в своем твиттере объясняете простыми словами какие-то важные моменты. Ну да, бывает. Я даже вот такой полезный случай произошел. Накануне 20-летия я подгадал даты, там, ближе к декабрю, так получилось, что поступление налогов как раз к 20-летию на ту дату составило 20 миллиардов долларов. Ну, если в доллары перевести, о чем я под соответствующим хэштегом напечатал. Ну, вот сегодня такое декабря, достигло 20 миллиардов долларов. На что, интересно, некоторые сказали, ну, наверное, миллионов. Не может быть миллиардов. Это очень много. И был бы рай, если бы были миллиарды. То есть люди вот могут ошибаться в тысячу раз, во-первых, я подумал. Во-вторых, я подумал, что людям наверняка не ясно, что 20 миллионов долларов у нас поступает каждый день, а не за все время, да? И третий вывод, который я сделал, раз люди этого не понимают, это, скорее всего, вина не их, а Министерство финансов, оно плохо разъясняет. Если разъясняют, то те наши большие отчеты, которые висят на сайте, они либо непонятны, либо люди ушли вперед, а мы до сих пор стоим, то ли мы куда-то ушли, а люди в другом месте находятся. То есть никакой конвергенции не происходит, поэтому я поручил, чтобы у Минфина создан был свой ТВИ-аккаунт, где наиболее важные новости выкладывались. Также мы раздел соответствующий сделали на сайте, называется «Гражданский бюджет», и там постарались именно понятно, в инфографике сделать объяснение бюджета или каких-то событий. То есть, на сайте, получается, в Минфина можно увидеть весь бюджет нашей страны и на что, куда уходит. Да, именно в такой физической форме, чтобы было все понятно, сколько дорог проложено, сколько километров, труба провода проложена, то есть все-таки, что называется, руками потрогать результаты. И все наглядно изображено, уже тогда людям понятнее. А началось с того, что вы говорите, что вы написали, что 20 миллиардов долларов. А кто-то подумал, что 20 миллионов. А может быть, просто потому, что человек даже не может себе представить эту сумму, 20 миллиардов долларов. Потому что я знаю, что 50% казахстанцев получают зарплату в размере 200 долларов. Поэтому, когда ты получаешь 30 тысяч сенге каждый месяц, ты просто даже не представляешь, как выглядит миллион. Это уже годовая сумма. Заработная плата, если 30, ну, можете на 12, это будет уже. То есть, а вообще, что касается заработной платы, скажите, это правда, что сегодня 75% населения страны живет на 200 долларов? Знаете, отвечу, да. Статистический отчет, он базируется на опросах, опросники, да, там они охватывают определенное количество населения, там 5%, респондентов потом экстраполируют на всех, да. Но мы анализировали вот по поводу пенсионной проблемы. Министерство финансов, оно занимается администрированием, чтобы все работодатели перечисляли пенсионный взнос. Вот с вас, с меня, 10% зарплаты, пенсионный фонд, да. Вот. Мы проанализировали, как раз выяснилось, что интересно, что у нас почти полтора миллиона человек, они перечисляют ежемесячно в пенсионные фонды около 800 тенге, каждый в среднем. То есть, ну, это если 10%, означает, что заработная плата у этих полутора миллионов человек равняется 8 тысяч. Вот пойдите в Рамстор или там в ЦУМ, вы можете поверить, что там человек стоит за кассой, работа за 8 тысяч тенге в месяц в Астане, Лиламате, и я не поверю. То есть, проблема здесь не только там низких зарплат, скорее всего, там проблема белая, черно-серая зарплата, да. То есть, вы не верите в эти цифры, да? Я думаю, что реальные цифры, они выше, выше. Ну, на сколько? Насколько судить, не могу. Ну, я не думаю, что на много. Ну, не на много, но все равно выше. Выше, потому что прожить на такую сумму, конечно, одно дело в ауле, там, или в районе, или в Астане, но все равно это достаточно низко. А сколько вам требуется вот в месяц, чтобы вы себя комфортно чувствовали? Ну, про себя лично не скажу. Человек такое существо, ему комфортно, понятия отсутствуют, да. Ну, я думаю, что для того, чтобы жить в Астане, ну, не комфортно, а там, чтобы, так, зарплата все равно около 200 тысяч денег должна быть, чтобы человек чувствовал себя человеком, да. Ну, вы получаете такую зарплату? Или она гораздо выше? Нет, она выше. Сказать, что гораздо не могу, но она установлена, там, специальными актами. Она у всех вице-министров, там, одинаковая. Ну, я знаю, что вы в своей карьере, в принципе, всегда работали в системе финансов. То есть вы никогда, да, никуда не уходили в бизнес? На, там, полтора-один годик уходил. Ну, в целом, да, я начинал деятельность в Министерстве государственных доходов с 99-го года. Начинал в должности ведущего специалиста. Ну, и потом главный специалист, начальник, начальник управления, замдиректора, директора и так далее. Там уже переходил и в налогкомитет, и в налогкомитет в Министерство финансов. Ну, и вот сейчас работаю вице-министром 2008 года с 8 марта. Правда, что у нас в бюджете не хватает денег? В бюджете нет такого бюджета, который бы сказал, что мне хватает денег, не хватает всегда и всем, да. Есть приоритетные задачи, которых надо решать, да. Вот на этот год у нас какой бюджет? На этот год около 5 триллионов, он довольно-таки сбалансированный, за параметры не выходим, он дефицитный, но дефицит не выше 3% ВВП, что нормально. Если вдруг денег не хватит, откуда вы их возьмете? Если вдруг денег не хватит, у нас есть подушки безопасности, это наш национальный фонд. У нас бюджет сформирован так, что все риски свинены к минимуму. Если взять вот так бюджет, то все, что платят нефтяники, оно все уходит в национальный фонд, бюджет не уходит. То есть цена рухнет вниз или взлетит вверх, вот эта волатильность, колебания, она на бюджете никак не отразится, она выйдет в национальный фонд. Значит, сам бюджет состоит из налогов на недропользователей горнорудного сектора. Ну, там у нас колебания цены происходят, но не так, как по нефти, да, вот металл, они вот такую не имеют волатильность. Плюс это таможенные платежи. Ну, по пошлинам мы сейчас распределяем между тремя государствами пошлины. И, то есть, если даже у нас замедлится импорт, то он не замедляется в Российской Федерации и в Беларуси, и поступление как бы с общего котла, вот эту долю, которую берем, она стабильна. То есть у нас такой довольно-таки защищенный бюджет, поэтому я не думаю, что там какие-то форс-мажоры вот в этом году, в следующем могут возникнуть. Но очень часто в конце года многие министерства говорят о недоосвоении бюджета. Знаете, я не припомню ни одного года, когда было бы сказано, вот у нас 100% освоено, да, всегда есть объективные и необъективные причины, да. С одной стороны, не всегда плохо, что есть неосвоение, это значит, деньги были, просто не освоили. Бывает хуже, когда вот хотим что-то сделать, а денег нет, это хуже. Здесь другая ситуация. Теперь, почему не осваиваются? Не осваивают. Это либо экономия государственных закупок, потому что это объективная вещь, либо это экономия на резервы, потому что в бюджете закладывается определенная сумма резерв правительства на всякие форс-мажоры. То есть мы не знаем, что произойдет, особенно в кризисные годы, закладывали энную сумму на тот случай, когда что-то надо куда-то потратить. На сегодняшний день какой у нас государственный долг? Большой у страны? У нашей страны небольшой 15%. Кстати, в рамках вот этого гражданского бюджета мы запустили такую фишечку. Мы решим госдолг не только квартальный, у нас он ежедневный. До этого государственный долг у нас был всегда квартальный, но я помню, что... А что, он ежедневно снижается? Он ежедневно растет, снижается. Это такая живая материя, да, потому что у нас происходят займы, строятся дороги. По мере строительства дорог на займы, да, деньги осваиваются, это увеличит наши обязательства, да. Вот в Соединенных Штатах, я знаю, висит табло, где сколько они триллионов должны, там 15 триллионов долларов, и написано, сколько на душу населения, да. И он каждый день, каждую секунду обновляется. Очень интересно. А кто является самым крупным налогоплательщиком в нашей стране? Так, самый крупный, наверное, тенге шевройл. Ну, сколько они налогов платят ежегодно? Ежегодно они платят, ну, почти, чуть-чуть больше, чем полтора триллиона тенге. Десять, получается, сколько миллиардов, да, долларов? Десять миллиардов долларов. Я боюсь спросить, сколько они тогда зарабатывают? Ну, вы можете так подходить, брать, сколько любая компания заплатила. Обычно налоговая нагрузка, то есть сколько уплачен налогов, поделить на ее выручку, она обычно составляет, там, от 5% до, там, 17, да, смотря, какая отрасль. И грубо перекручивать, там, делить на 17 уплаченного, вот и вся выручка. Что касается вот всеобщей декларации, да, периодически ходят разговоры о том, что мы будем декларировать все свои доходы и расходы. То есть эти разговоры идут, но пока, по-моему, никаких решений не принято, да? Решение не оформлено, это правда. Мы сейчас пишем законопроект, пишет его Министерство финансов, но работа идет. Сами формы декларации уже практически разработаны. Мы несколько раз их переделывали, это черновая работа пока. То есть не только госслужащие будут декларировать свои доходы? Ну, со следующего года первоначальную декларацию сдадут государственные служащие и работники, там, сам рук казана, они сдадут. А уже потом это к нему подключатся бюджетники, то есть работники, там, школ, больниц, а потом уже все население. А для чего это делается? Это хороший вопрос, скорее всего, для выравнивания, там, для социальной справедливости. Понимаете, чьи-то большие расходы, это чьи-то доходы всегда. Мы очень часто видим, что очень большие расходы существуют, там, у человека или у родственников, при этом источник, конечно, неизвестен, да? Мы не говорим о, там, криминальном или не криминальном происхождении, но понятно, что таких налогов не было уплачено. Если такие налоги были уплачены, нужно их показать. Если не было, тогда вопрос, конечно, встает. Покуда система не замкнутая, что можно хоть угодно на какое имущество прирастать, и никто не спросит ни источник, ни уплаченный налог, конечно, у нас всегда будет в стране теневая экономика. Поскольку у нас будет в стране, если бытует теневая экономика, всегда это непрозрачность, это лишние препоны для бизнеса, вопрос по налогобложению, ну, то есть масса вопросов возникает. Ну, вы верите в то, что у нас не будет теневой экономики в стране? Теневая экономика в любой стране есть, да? Речь идет об уровне, да? Ну, вот на сегодняшний день у нас какой уровень? Я просто смотрю на оценки международных экспертов, они разные, да, ну, заявляется там от 20 до 40 процентов, это серая зона экономики, да? Ну, есть оценки там 13 процентов, есть 20, ну, наверное, истинно где-то там посередине 20-25, что, в принципе, для региона считается так нормально, да? Ну, меры, конечно, принимаем, о том, что, например, снижаем долю безналичного оборота, расчеты между предприятиями в безналичной форме, там, внедрение посттерминалов и так далее, это все, конечно. И вот этот главный элемент, это, конечно, всеобщее декларирование. В прошлом году был принят закон или поправки в закон, да, где говорится о том, что сделки между юридическими лицами должны проходить безналично. Сама поправка в закон о платежах перевода говорит о платежах между юридическими лицами. Ранее норма всегда существовала, сам порог был 4000 МРП, его мы понизили до 1000 МРП, и там никаких вопросов и не возникло, и сейчас не возникает. Другое дело, что многие юридические лица, они неправильно читают закон и начинают требовать безналичного расчета между... Это требование выставляет ко всем, не только к юридическим лицам. То есть расчеты между ИП и юридическим лицом, требования под 1000 МРП не распространяются, это только между юридическими лицами. То есть если вы арендодатель, арендатор, вы ИП, взаимодействуете с юрлицом, то нет нужды переходить на безналичный расчет. Это хорошо, это круто, это правильно, но законодательных требований нет между юрлицом и ИП. Между юрлицом и юрлицом такое обязательство, конечно, есть. Раньше для индивидуальных предпринимателей были гораздо упрощенные условия для работы. То есть я помню, что, по-моему, ИП имели право в течение полугода работать без кассового аппарата. То есть зачем усложнять людям жизнь, которые хотят заниматься бизнесом, начинают, они же еще не знают, пойдет у них или не пойдет. Почему президент часто говорит о том, что нужно помогать малому бизнесу, но налоговики по-прежнему, мне кажется, ее еще больше усложняют? Нет, я тут немножко не соглашусь, потому что все, что делают налоговики, там проходит через Министерство финансов, все это делается по согласованию с бизнес-сообществом, с бизнес-ассоциациями, они входят, аккредитованы у нас. Ну, эти бизнес-ассоциации, как правило, представляют большие бизнесмены. Нет, там достаточно маленькие тоже есть представители, в том числе, касается ли это кассовых аппаратов, все они приходят, громко разговаривают, убеждаются, и там у нас какие-то противоречия нет. Наоборот, мы приняли курс на снижение барьеров, мы вот каждый год снижали на 30% количество отчетностей, количество деклараций, приложений, какие-то приложения в декларации вообще убрали, потому что таки не поняли, кто им пользовался, для чего их нужно. То есть, у нас там, наоборот, тренд другой, в обратную сторону, мы, наоборот, упрощаем. Что касается кассового аппарата, согласитесь, нельзя вести бизнес, говоря, что, ну, извините, у меня полгода, я поэтому буду работать в тени, да, такого, наверное, не было. Ну, было же время, когда работали по полгода без кассового аппарата? Сейчас другая проблема, у нас кто на разовых талонах, они перешли на другой режим, у нас разовый талон, и этот режим, когда, вон, 300 тенге или 200 тенге в день платится, и делай, что хочешь, продавай, что хочешь, хоть миллиарды, хоть один миллион и так далее, это на базарах было. С таким режимом было покончено с этого года, с 1 января, и они переходят на другие режимы, связанные с оборотами, им надо считать. И там есть, конечно, сейчас проблемы с кассовыми аппаратами, их сейчас решаем. Там были такие заявления, что ваши кассовые аппараты у нас зимой не работают, при минус 20 течет это ЖК-экран, ну, и так далее. Вот сейчас мы прорабатываем этот вопрос, идем на встречу, чтобы как-то стандартизировать эти вещи. То есть, разовые талоны вы отменили, кассовые аппараты они еще пока не используют. То есть, получается, на рынке сейчас оно бесконтрольно? Нет, кассовые аппараты есть, используют, но есть проблемы сейчас. Потому что, кто торгует на улице, естественно, в полевых условиях содержать кассовый аппарат зимой тяжело, да? Мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Адам.